ПОМОГИ МНЕ, ГОСПОДИ Переходим к русскому. Итак, дурость. Моя брюкоза свел? Моя брюкоза свел. И этот, и есть брюкоза. Это и у твоей подружки и сестры. Левый тоже свел брюкоз. Доброго дня! Скажите, чем обработать стол дерева, чтобы ушли вороги? Одна из самых страшных ошибок, которые мы называем еще как-то странным, мы говорим. Агроприем. Какой хрен агроприем? Итак, дважды центральная телевидение показывало. Вы даже, вот смотрите, можете идти ворить свои примеры. Вот. Два же центра телевидения показывало, как муравейники уничтожали. Вот. Причем со злобой, с ненавистью. Не просто жалко вас, но дерево погибнет. Мы вынуждены жалко до слез. Нет. Со звериной злобой. Самые милые... Как их... Они себя еще назвали феями. Самые милые женщины, которые где-то там, в другом месте, достойны, может быть, уважения, любви. Они работяги. Им задурили голову. Прич%. Аккуратно... приходится делиться со всеми так что теперь значит вот это очередное смотрите я здесь то что называется название канала очень уважаемую фотографию человека не ведает что он крупный этот самый человек и сверстый деятель но он не понимает что на канале это творится я сейчас расскажу сначала прежде чем просчете 10 советов самые звериные какие можно представить какие можно представить вот самые звериные они вот это страшное понимание ребята нет прямой связи между количеством муравьев и здоровьем дерева вот и так на дереве практически не продать них не бывает ни одной и улетать и деревья есть рекорды уже почти за 40 лет ни одной ленте на многих деревьях или было и не было и не будет на некоторых есть немного который немножко иммунитет страдает и стрем поселяется размножается на летучий плёй мамой вот а муравьи потом как правило и не знают об этом дело в чем существует много способов лишить дерево здоровья иммунитета вот уже все это знаете до этого что второй холодильник внизу выделите которых у окна внизу морозилка так вы меня просите дети и дети получается что перекопали почву моровейники уничтожены значит полная свобода насекомых еще раз просит валер сейчас я выреза борься вода команды девчушек веса голодных никого не нужно самую главную роль я не умею творить чудеса я умею зарабатывать деньги вам спасибо что вы мне доверяете когда покупать у меня что-нибудь идем дальше значит уничтожили плачу уничтожили муравьев червей все прочее дерево заболело его грызут все кому не лень почему нет муравьев вот это важнейшая причина я знаю со школы с украинской школы я когда сам был школьником я до сих пор пропагандирую так то что у меня начиналось с того что когда я садил первые деревья особенно яблони сливы я калечил как вы отрезал нижнюю скелетную ветку еще по инструкции вот муравьев становилось много клин становилось много я не знал что дерево потерял иммунитет оно вырабатывает сок который не имеет ну назовем антигенами назовем это лейкоцитами не имеет их я уже выбираю знакомые термины и когда садится для она уже не умирает и не это спокойно размножается и когда достигнет какого-то определенного уровня она становится приманкой для муравьев если при этом все муравейник уничтожить до единого тли меньше не будет понимаете а люди решили что уничтожим муравейник уничтожим муравьев и не будет тли и дерево будет здорово нет дерево уже изувечили мы сами сами связи прямой нет наоборот одна из не просто страшная ошибка что дурную работу делаем уничтожаем разумную цивилизацию которая нам ничего не уступает вот их муравейники они сами маленькие чуть больше спичной головки или меньше вот и плюс такие же у них маленькие эти но они гениальные их строениях тот кто занимается этим узнает что-то невероятное построить это не хаос из этих просто накидали чего-то получился холод сложнейшее гениальнейшее невозможно его повторить ни одному человеку учитывая что туда миллион может муравьев попасть вы выжить в нем заводы фабрики родильное отделение вот аэрация вентиляция все как невероятно особенно крупная современная ну как их назвать продвинутая цивилизация вот их не тоже нельзя кипятком не подходить нельзя их надо обойти их надо считать музеями их надо считать какими заповедниками каждый муравейник а здесь кипятком и я девочки да и девочка по привычке всех девочкам не обижайтесь может быть вы в любом случае моложе меня вот эти девчата в митинске вязать к которым мы находимся как бы до сих пор не нашли общего языка да но если бы вы это же ваш это вы здесь находитесь ну пожалуйста ну скажите вот тому кто вот это вот взял вот кто-то взял и вот на это разместил вот это я специально не стал укрупнять видите почему чтобы все это вдруг кто-то не сможет прочитать это страшно это невероятно вот вот здесь мы нашли в общий язык впервые я бы услышал что-то от вас дельное настоящее не то что это полутруб дерево попрыскать этим фунгицидами она живет вот ничего не помню вообще невозможно вылечить дерево никакое вы просто этого не знаете а вот этот набор этих самых приемов вызубрили все но мало того вы же учите уничтожать эти деревья очень беда а я сейчас обращаюсь к а вы возьмите вот тогда это же страница да ну вы же поняли мне неудобно было старше неудобного здесь была фамилия миллион 100 тысяч подписчиков то это все то же самое вот и пожалуйста выскажите свое мнение с этого момента я буду вас любить как сестер родных как это уважать вот только за это заступитесь ведь в этом погоду делайте не я хотите даже фамилии ведь скоро ваше имя может стать нарисовать медведева и это самое и исакова вот может быть вы подпишитесь под этим что все правильно железовый идиот он не понимает что муравьи это страшные враги может быть а вдруг вы напишите что ушел с ума вот этот человек который десять способов истребления придумал а да и